Привет! В эфире Универ Ньюз. С тобой снова я, Муту Гулина Гульфия. Смотри сегодня. Ректор КФУ провел встречу с руководством Газпромбанка. Ильшат Гафуров предложил создать единый центр ответственности за подготовку национальных кадров. Студенческим трудовым отрядом в Татарстане 55 лет. В Казанский федеральный университет прибыла делегация акционерного общества Газпромбанк. Ректор КФУ Ильшат Гафуров и первый вице-президент акционерного общества Газпромбанк Наталья Третьяк обсудили возможность дальнейшего сотрудничества. Анна Глазунова расскажет подробности. IT-лицея Казанского федерального университета посетила делегация акционерного общества Газпромбанк во главе с первым вице-президентом Газпромбанк Натальей Третьяк. Сопровождал гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ученики IT-лицея КФУ представили делегации свои разработки. Наталья Третьяк рассматривала все с большим интересом. Гости побывали также и в компьютерных классах IT-лицея. После экскурсии они посетили Институт управления экономики и финансов КФУ. В переговорной прошла встреча, где обсуждалось возможное сотрудничество между КФУ и акционерным обществом Газпромбанк. Как отметил ректор университета Ильшат Гафуров, в приоритете стоит строительство многофункционального центра рядом с Институтом экономики и управления финансов КФУ. Также необходимое место для проведения масштабных конференций и форумов. Нам нужен здесь зал где-то на 400-450 мест, значит так, чтобы кто приезжает и здесь же жили. То есть можно было разделить общежитие гостиницы, я что-то не в сон было там. На две части, в одном для преподавателей, а в другую часть для студентов. Рассматривалось также и строительство кампуса для высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Ильшат Гафуров отметил, что в Иннополисе есть кампус, но за почти 6 лет он так и не начал свою работу. Для Казацкого федерального университета он неудобен по ряду причин. Не очень удобно локализуется, то есть, во-первых, не добраться, преподаватели туда не хотят ехать. Мы там лабораторию разместить тоже не можем, потому что не очень понятно, еще раз говорю, собственностью, и мы разрываем технологический процесс. В городе есть один технопарк IT, он сегодня перегружен. Наталья Третьяк поделилась, что «Газпромбанк» уже реализовывал удачные проекты в сфере образования. У нас опыт в ряде регионов, построивших детских садов и школ. С водами у нас несколько сложнее, но мы тоже эту работу начали. Два проекта мы запускаем в этой моей политике. Я думаю, что точно мы найдем общие интересы в отношении нашего университета. Ректор Ишат Гафуров говорил о идее создания кампусной карты, которая сможет стать единым студенческим билетом, пропуском в университет и кошельком, на который обучающимся в КФО будет поступать стипендия. Такой масштабный проект готов реализовать «Газпромбанк». На встрече говорилось и о возможном строительстве научно-образовательного центра на территории планетарии наподобие «Сириус». Были намечены дальнейшие планы взаимодействия Казанского федерального университета и акционерного общества «Газпромбанк». Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Ректор КФУ предложил создать единый центр ответственности за подготовку национальных кадров для системы образования. Предполагается, что его работа реализует новые методики обучения и трудоустроит выпускников. Подробности в сюжете с Дианой Шиловой. 17 декабря в Академии наук Республики Татарстан состоялось выездное заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Республиканского парламента. Участие в заседании принял президент Академии наук Республики Татарстан Макзюм Салахов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, вице-спикер Госсовета Республики Татарстан Рима Радникова, а также председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев. Основной вопрос, который поднимался на заседание, это развитие гуманитарной науки в Академии наук Республики Татарстан. В частности, вопросы, связанные с историей и национальными языками. По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, сделано очень много словарей и материалов, связанных с национальным образованием, но совершенно никто не говорит о методике преподавания родных языков. Ильшат Гафуров отметил, что на данный момент в Казанском университете начали создавать Институт национального образования и национальной культуры, где будут готовить учителей татарского языка нового поколения. Но чтобы приступить к этой работе, вузу нужно понять, куда трудоустраиваться молодым кадром. Поэтому ректорам было выдвинуто предложение разработать дорожную карту, связанную с работой с языковой темой, а лишь потом обращаться в правительство за финансированием. Слова ректора Казанского университета были поддержаны членами Академии наук Республики Татарстан. Председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валиев отметил, что все самые успешные проекты по языку, литературе всегда создавали в сотрудничестве с учеными Федерального университета. И это нужно продолжать и делать особый упор на этой кооперации. Что же до вопросов подготовки аспирантов для Академии наук Республики Татарстан, то Ильшат Гафуров ясно дал понять, что КФУ и квоты готов дать и места всем. Только нужно предоставить темы для научных исследований и дать молодым специалистам гарантию на трудоустройство. В завершении ректор КФУ предложил создать единый центр ответственности в Академии наук Республики Татарстан, который мог бы координировать всех по решению языкового вопроса, который поможет дать конкретный результат. Предложение было поддержано Дианой Шилова, Универ Ньюс. До недавнего времени считалось, что железо потеряет свои свойства при температурах ниже 917 градусов Цельсия. Но учеными Казанского федерального университета было доказано обратное. Они синтезировали уникальные наночастицы. Чем интересно, открытие узнавал наш корреспондент. Молодой ученый Алина Валимухаметова вошла в число стипендиатов Академии наук Республики Татарстан на осенний семестр 2018-2019 учебного года, представив на конкурс свою работу «Рост наночастиц палладия на поверхности оксида графена». Алина занимается исследованием не только наночастиц палладия, но и наночастиц железа. Недавно группа ученых, в составе которой она работает, вместе с коллегами из Германии сделала научное открытие. Получилось стабильное при комнатной температуре гамма-железо. Железо, которое нас окружает, оно имеет объемно-центрированную кубическую решетку. А гамма-железо – это высокотемпературная фаза, которая образуется при температуре выше 917 градусов. И если мы будем понижать температуру, то гамма-железо, гамма-структура, обратно переходит в обычное железо, называемое альфа-железо, имеющее объемно-центрированную кубическую решетку. То есть, что мы сделали? Мы впервые получили такую структуру не при температуре 917 градусов, а при комнатной. Процесс выращивания наночастиц железа достаточно сложный. При повышении температуры от комнатной до 900 градусов железо проходит разные стадии, в результате чего появляются аморфные соединения, оксиды, альфа-форма и, наконец, гамма-форма. Если температуру уронить ниже 0 градусов, у нас вода будет находиться в форме льда. Если поднять выше 0 градусов, она будет находиться в форме жидкости. И вот, чтобы какую-то аналогию вам дать, в принципе, можно сказать, что мы сделали воду при температуре ниже 0 градусов Цельсия, которая находится в жидком состоянии. Поскольку данная форма железа не ферромагнитна, а паромагнитна, его потенциальное применение еще неизвестно. Его кристаллическая решетка близка к кристаллической решетке Январа. А это тип сплава, который не имеет температурного расширения. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Студенческим трудовым отрядом в Татарстане уже 55 лет. В честь этой даты лучших из этого движения наградили дипломами и денежными призами. О всех подробностях в нашем сюжете. В здании Казанской ратуши прошло торжественное заседание, посвященное 55-летию движения студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан. На мероприятии состоялось награждение лучших из отрядов. В заседании приняли участие заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. В ряде номинаций участвовали представители Казанского федерального университета. В студенческих отрядах КФУ задействовано 200 человек. В летний период ребята устроены проводниками, строителями, вожатами и по другим профессиям. А в течение года они участвуют в мероприятиях Казанского федерального университета и своего штаба. Штаб в студенческих отрядах Елабужского института КФУ также участвовал в конкурсе. Студентка 4-го курса Лайсан Ибиниева стала лучшим комиссаром студенческих отрядов Республики Татарстан. Комиссар занимается сплочением коллектива и привлечением новых участников в движение отрядов. Эта награда присваивается за всю работу за 2018 год, поэтому всю работу мы делали вместе. Это прежде всего первый и второй закамский слез студенческих отрядов Республики Татарстан. Мы провели очень много мероприятий как вузовских, так и городских, поэтому, наверное, эта награда была сегодня заслуженной. Артем Тюпичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Улыбайся чаще. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok